Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем наши семинары и сегодня пришла пора поговорить о тех проблемах, которые вы часто спрашиваете, часто обсуждаете с друг другом на разных форумах. Речь пойдет о крови, ее составляющих, нормативах тех или иных элементов в крови. Ну и, соответственно, еще ряд вопросов, которые вы задаете, я надеюсь, здесь вы можете услышать на них ответы. Итак, кровь – это биологическая жидкость, которая состоит из двух частей. Это жидкая часть крови или плазма, составляющая примерно 60% объема всей крови, и форменные элементы, на долю которых приходится 40%, и форменные элементы – это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Плазма крови – это часть крови, в которой содержится вода, прежде всего, и взвешенные в ней вещества, а именно белки, различные другие соединения, которые необходимы для функционирования, поддержания активной жизни человека. Значит, по форменным элементам немножечко я с ними познакомлю. Итак, эритроциты или красные кровяные тельца – достаточно многочисленная группа форменных элементов. 120 дней они циркулируют в крови, потом разрушаются и уничтожаются в печени и селезенке. Эритроциты отличаются от других тем, что имеют в своем составе белок, сложный белок, который содержит железо, который как бы железо его скрепляет. Этот белок называется гемоглобин и состоит он из двух частей. Как бы два белка соединились в одну цепочку биохимическую. Эту цепочку соединяют именно ионы железа. И составляющая этого белка – это гемоглобин, два белка, соединяющиеся с друг другом. И получился белок, который называется гемоглобин. Прежде всего он обеспечивает перенос газов из атмосферного воздуха, в частности кислорода, к клеткам и тканям. И забирают углекислый газ, использованный как бы из клеток и тканей. И отправляют их через легкие в окружающую среду. Тромбоциты, так называемые кровяные пластинки – это такие крупные фрагменты клетчаных структур, которые прежде всего отвечают за функцию свертывания крови, образования сгустков, образования тромбов. И таким образом удается остановить кровотечение из поврежденного сосуда. Вы это даже видите собственными глазами, когда на фоне какого-то пореза кровь перестает течь и возникает корочка. Вот эта корочка, прежде всего, это образование этой корочки – это основная функция тромбоцитов. И лейкоциты, белые кровяные тельца – это часть иммунной системы организма. То есть лейкоциты отвечают прежде всего за защитную реакцию организма в ответ на проникновение чужеродного белка живого. Это иммунитет, то есть это защитная реакция организма. И отвечают за нее лейкоциты, с чего они состоят. Мы об этом поговорим чуть позже. Физико-химические характеристики крови. Мы на них чуть-чуть задержимся. Именно почему? Потому что они определяются в анализах крови. И очень часто вы спрашиваете, а что это такое? Потому что какие-то изменения происходят, а непонятно вообще в какую сторону смотреть. Итак, первая основная химическая постоянная кровь – это гематокрит. Что такое гематокрит? Гематокрит – это отношение содержания форменных элементов крови к общему объему крови. То есть, грубо говоря, какой процент эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов содержится по отношению к общему объему крови. Значит, на практике в норме он у взрослых людей должен быть где-то, ну, плюс-минус в районе 45. У мужчин чуть больше, у женщин чуть меньше. Повышение этого показателя говорит прежде всего о том, что кровь, ну, так называемая, густая, много неформенных элементов, и они могут создавать какие-то препятствия, какие-то барьеры в кровеносных сосудах. Следующий показатель – осматическое давление. Это давление растворенных веществ в крови, которое, в принципе, заставляет двигаться в воду в зависимости от концентрации, из клеток в межклеточные пространства и наоборот. Кроме всего прочего, существуют показатели, в частности, pH в крови определенный. Чаще всего это нейтральная среда должна быть в крови, то есть pH где-то порядка 7,3. То есть, ну, чуть-чуть в сторону основания идет сдвиг, но в среднем это нейтральная среда. Значит, какие еще показатели нам интересны? ЦОЭ, скорость оседания эритроцитов, она в среднем где-то составляет взрослых людей от 2 до 10 мм в час у мужчин, вот, у женщин чуть больше, где-то может быть до 15. От чего зависит ЦОЭ, этот показатель? От очень многих факторов объема крови, белкового состава и так далее. Увеличение ЦОЭ говорит о каких-то процессах в организме, причем не всегда о патологических. ЦОЭ может увеличиваться при беременности, обязательно увеличивается, это норма. ЦОЭ может увеличиваться при стрессе, это не совсем норма, но это не говорит о проблемах. Ну, и обязательно ЦОЭ увеличивается при воспалительных процессах. Если есть воспаление, причем воспаление не вирусное, а бактериальное, там, стафилококк, стрептококк и так далее, то ЦОЭ будет увеличиваться обязательно. Это один из диагностических показателей. Кстати, обращаю ваше внимание, когда вы анализируете сами анализ крови, что ЦОЭ может увеличиваться как ответная реакция на прием препаратов определенных. В частности, довольно многие лекарственные вещества сами по себе увеличивают скорость оседания эритроцитов. Ну, и обязательно увеличивают скорость оседания эритроциты гормоны, которые дают довольно часто, назначая глюкортикоиды. Такие препараты, как преднизолом, кортизон, они обязательно увеличивают ЦОЭ. Поэтому получается, что даем как бы противовоспалительные препараты, а основной показатель, говорящий о воспалении, вдруг увеличивается. Начинается паник, его не помогает, то и караул. На самом деле нет никакого караула, это нормальная реакция крови на применение препаратов. Так что имейте это в виду, прежде чем делать какие-то выводы. В плазме крови содержится определенное количество белков, которые являются определенными факторами функции крови. Значит, прежде всего это белки, которые называются альбумины. Вот, они осуществляют питательную функцию крови, прежде всего отвечают за переноску, за действие аминокислот. Вот, кроме того, они переносят холестерин, жирные кислоты, очищают организм от солей тяжелых металлов и от лекарственных препаратов. Значит, и глобулины. Глобулины бывают альфа, бета и гамма, по буквам греческого алфавита. Альфа-глобулины – это белки, переносящие к клеткам организма, ткани, витамины, микроэлементы, жиры. Бета-глобулины переносят фосфоросодержащие вещества и гормоны. И гамма-глобулины – это белки, которые непосредственно осуществляют защитную функцию организма, то есть переносят вещества, которые борются с инфекцией. Соответственно, их норма или их изменение в плазме крови, а в анализах это очень хорошо видно, говорит о той или иной проблеме, которая возникает в организме, особенно снижение гамма-глобулинов, говорит о том, что у организма снижен иммунитет по каким-то причинам, и он легко подвергается той или иной инфекции. На дальнейших наших семинарах мы продолжим говорить о форменных элементах крови, о их значении, о их нормативах, но это в следующий раз, поэтому оставайтесь с нами, следите за появлением в сетях наших семинаров, и до новых встреч, будьте здоровы, берегите себя.